все в очередной раз привет ребята я подумал вы же вкус или много чего видели уже там много было всяких обзоров про пивас а почему бы не затестировать сидра ведь там есть прекрасная ну пускай не прекрасно но хороший такой выбор сидров давайте затестируем найдем самый хороший короче продолжаю делать свои топы напитков из магазинов короче погнали за сидром ну что что ребята короче взяли в во вкус филе сидра разные это два российские сидра и один немецкий свитер я короче так скажу я вообще не профессионал сидрах честно говоря последний рассидор и пил может быть год назад прямо не супер мега фанат этого напитка затестируем сегодня может быть мне понравится сидра я так понимаю что такое тоже некий новый тренд на виду с медами сейчас происходит некоторые бум сортов всяких сидроварения с чего начнем все начнем начнем мы сегодняшний дегустацию с сидра вкусвилл вкусвилл это сидр который производит следующая компания изготовитель о вежа республика беларусь еще не знаю про этот завод чем он знаменит может они делают какого ничего пивас может быть тело какие-то сидр по своей какой-то маркой короче затестируем и сидр сидр сухой яблочный насколько я знаю по моему да просто сухой сухой яблочный сидр ну и надеюсь республика беларусь ведь славится своей картошкой наверное яблоки у них тоже с яблоками видимо их тоже все хорошо короче ожидаешь это больше то вкусное сидр почему я не часто пью сидра просто потому что возможно я не большой фанат этого яблочного вкуса вот это вот кислотности повышенные как правило то что я чувствовал сидрах такого типа как-то не за голден капнет конечно не сидр сами понимаете мой уровень короче сидрах не очень сильно разбираюсь но я попытаюсь сегодня разобраться понять что лучше для меня ведь пиво пиво сидр похоже тем что это продукты брожения только сидр это продукт брожения яблочного то есть смеси дрожжей и яблок на вид приятненький очень приятный такой прозрачный цвет очень сильно карбонизированный не знаю пенка не пенка должна ли быть сидр и короче я не ждаю что он прям будет хорошая меня больше интересует вкус меня больше интересует эта кислотность яблочная насколько дрожжи раскрыли вкус яблоко или яблоко раскрыли вкус дрожжей не знаю но на запах это такое детское шампанское какой-то каким-то яблочным повидлом слегка попахивает таким вот яблочным повидлом знаете школьный столовый ничего дрожжевого никакого дрожжевого запаха тут нет никакого сахара тоже Яблоки приятные, яблочный, немножко такой постильный, приятный, приятный запах. Давайте пробовать. Это реально очень сухой напиток, прямо, блин, вот для меня это слишком кислотно. Слишком кислотно, слишком сухо, мне не хватает немножко, честно говоря, здесь сахар. Сахар здесь бы скрыл вот эти вот изъяны, которым я не очень готов в сидоре. Мне понравилось это больше, наверное. Но никакой по сторонке, никаких дрожжей абсолютно нет. Очень легко пьется, здесь 4,7% алкоголя, потому что мне казалось, что в сидоре даже быть поменьше процентаж алкогольный. Но, видимо, так, короче, алкоголь здесь, естественно, никакого не чувствуется абсолютно. Бьется как сок. После вкуса, опять же, яблочный, яблочный таких вкус, зеленых яблок, типа Антоновки, там, белый, на ли все дела. Знакомый какой-то немножко даже приятный летний вкус, что ли, я бы его назвал. Приятная штучка, уторяет жажду. Для лета вообще офигенный напиток. Ну, плюс ко всему к еде, я думаю, что он тоже подойдет. Я, правда, не знаю, какой вообще еде пьют сидоры. Напишите в комментариях, если знаете то, что я вот, например, сидор к еде как-то, я не знаю, чем его можно хорошо сочетать. Не знаю, с каким яблочным пирогом, опять же, с выпечкой. С мясом, по-моему, он не очень заходит. Может быть, как напиток сам по себе. Короче, мне кажется, что это сидор какого-то начального уровня. Начальный уровень, который мы сейчас с вами прошли, ребята. Но, тем не менее, приятный напиток. Он стоит что-то вроде 160 рублей. Я снова забыл чек. Короче, посмотрите сами на сайте. Вкусвилла. Это не дешево, как, в принципе, и все во Вкусвилле. Не дешево, но и не слишком дорого. Короче, белорусский сидор под маркой ВВ. Рекомендую попробовать. Ну, сидор Святой Антон. Сидоры под этой маркой я пробовал. Не помню только, какой конкретно. Но это такая марка сидоров, которая очень давно продается во всяких барах. В Ашане он продается. Во всяких гипермаркетах он есть. И это сидор из Москвы. Яблочный спас. О, яблочный спас производит этот сидор. Святой Антон. Такой брендик. Довольно симпатичная, симпатичная бутылочка. Здесь 0,5. Да, здесь объем 0,5. Она такая пухленькая. Вот, кстати, здесь еще есть показатель сахара такой для сидоров. 40 грамм на кубический дециметр. Наверное. Вот в этом сидоре почему-то такого нет. Нет информации про сахар. Я не вижу здесь информации про сахар. Может быть, какой-то показатель типа IBU для пива. Или показатель начальной плотности для пива. Ну, короче, вот сахар, чтобы вы знали, здесь 40 грамм на DM в кубе. Дециметр кубический, наверное. Алкоголь 5% здесь уже. И это розовый полусладкий сидор. Возможно, это что-то девчачье. Я не знаю. Давайте проверим. Очень приятный дымок уйдет с бутылочкой. Открываешь, никакого пенообразования в бутылке нет. Открыл, налил. Красиво смотрится. Этот сидор тоже красиво смотрится в бокале. Он розовенький, действительно. Здесь такая же обильная карбонизация, как в предыдущем экземпляре. О, а здесь в запахе чувствуется все-таки какое-то, не знаю, что-то конфетное немножко. Но не химическое. То есть это точно от яблок. Это точно связано с яблочным соком. Как будто бы здесь сильнее чувствуется мякоть яблок. И, кстати говоря, если это так, если вы досмотрите до этого момента, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, прожмите колокольчик, напишите комментарии вообще, что вы думаете про сидор, что вы мне посоветуете выпить. Это все очень поможет развитию канала. Ну и можно пообщаться в комментариях. Критика всякая и, там, не знаю, полемика и прочее приветствуется. Вот там вот внизу, короче, оставляйте комментарии. Продолжим обзор. В общем, пахнет крайне приятно. Чем-то сладеньким. Сладенький обычный запах. Блин, вот тут, как мне кажется, нет ни намека ни в первом сидоре, ни в втором. Никакого намека на, кстати, во второй сидор, первый сидор, первый сидор. Если понюхать сейчас после второго, он как будто бы слегка мылит в бокале. Должно ли так быть? А я, собственно говоря, что хотел сказать про то, что в сидорах я не чувствую никакой химии. Не чувствую никакой запахности, ничего не приятного. Очень приятно, свежий, какой-то натуральный запах. Может, я что-то не понимаю, но мне нравится. Давайте тестировать на вкус. Блин, а тут мне нравится гораздо больше. Сахар здесь скрывает какие-то вот эти кислотности, вот эту кислость, вот эту вот какую-то уксусность. Может быть, если она здесь и есть, то сахар ее скрыл. Короче, мне такой напиток слегка подслащенный, пить приятнее. Все-таки, ну, как-то кажется, более нажолистым, более сбалансированным по мне. То есть, нет этой кислотности, которая мне как бы вообще не очень нравится в продуктах. И, кстати, я заметил, что на этикетке вот этого сидора святой Антон тоже красуется логотипчик вкусвилла. Возможно и, скорее всего, это сделано по заказу именно вкусвилл. Очень приятно. Появилась, кстати, вот сейчас во рту некоторая железистость. Вот это вот железо, которое остается в яблоке. Если, знаете, чуть-чуть оставить яблочко, вот так вот полежать, там буквально минуты две, оно становится, из него, короче, железо выходит. Сколько я знаю, это железо называется. Короче, вот эта вот железистость, она чувствуется гладкой. Если бы я знал всякий химический процесс, который происходит при производстве сидора, может, я вам бы и смог объяснить, из-за чего это происходит, что на это влияет, но, к сожалению, я не знаю, ребята. Опять же, комментарии для этого существуют, чтобы мы с вами общались, обсуждали, в общем, всякое. Ну, вот этот сидор полусладкий мне крайне нравится. Я вот готов такого выпить в первой половине дня, в выходной, летом. Кстати, сегодня, вот когда записывается этот видос, не выходной, это середина недели. Я очень надеюсь, что сидор ляжет хорошо на мой организм, и завтра с утра, когда начнется мой рабочий день, мне не будет плохо. Давайте перейдем к следующему напитку. И в следующем у нас сидор из Германии. В общем, там такой сидор с претензией на крафтовость, на крафт, крафтовый сидор, не знаю, такой модный, молодежный, упаковочка такая в стиле лофт. Называется он Bambel Whisker, это, я не знаю, сорт или это просто так написано. Apple Wine Gold, German Sider. Сидорок этот произведен в Германии, сколько я понимаю. Экспортер Bambel Whisker, это Bambel Whisker, это вот эта сидроварня, которая доходится в Германии. Сидор, игристый, яблочный, сухой, фильтрованный. Там еще был какой-то розовый, но розовым его взяли, поэтому я не стал его отмешать. Мне интересно попробовать вот этот вот сидор, потому что я не услышал много всего хорошего. Он не дешевый, по-моему, стоит что-то в районе там тоже типа там 200-300 рублей. Кстати, интересно почитать еще состав. Состав, состав, свежевыжатый, сброженный яблочный сок. Все, здесь типа больше ничего нет. Не знаю, правда ли это или неправда. Но вот я, кстати, верю, если посмотреть себе то, что здесь написано, изготовитель, и, кстати, здесь нет, а нет, состав где-то должен быть, я думаю. Да, состав, сброженный сок прямого отжима или отжима из красных яблок. Сидровая селекция, антиокислитель, диоксид серый. Ну, вероятно, что вот этого железа не пошло. Так, а что здесь состав сок яблочный прямого отжима, сброженный, содержит диоксид серый. Короче, вот в наших российских, в российском и белорусском сидрах есть диоксид серый, как антиокислитель. А вот в этом вот, в сидоре, как заявляет импортер и его наклейка, не содержится, не содержится никакого антиокислителя. Здесь просто яблочный, свежевыжатый, сброженный сок. Короче, давайте пробовать игристый. Не знаю, что здесь, это, короче, он дополнительный карбонизирован. Мне кажется, его под СО2 наливает и все. Хотя, может, я ошибаюсь. Посмотрим. И вот тут цвет уже менее красивый, если сравнивать с вот этим первым сидром вкусвилл, как по мне, он как бы больше напоминает, что ли. Он не такой светлый, во-первых, он такой темненький, он больше напоминает тоже пиво. Он слегка, я даже сказал, красноватый. Сухой, причем, сухой, игристый. И здесь практически нет запаха никакого. Это, кстати, наталкивает на мысль, что здесь действительно нет никаких лишних-лишних примесей. А может быть, они просто плохие. Короче, вот этот сидр, он вообще ничем не пахнет. Может, я принюхался? Цветон-тон пахнет очень сильно. Вкусвиллский сидр начал пахнуть мыльными пузырями. Кстати, да, надо заметить, тут не постоял, он пахнет мыльными пузырями. Это какая-то херня, мне кажется. Я не знаю, может, так и должно быть. Но вот это как бы вот факт, факт. Просто заявляю вам как факт. Ничего не пахнет абсолютно. Давайте пробовать. Блин, и вот это, это мне очень нравится. Это сок, здесь, кстати, тоже 5%. Это пьется как сок яблочный. Абсолютно. То есть, возможно, если бы я перепутал, мне бы налили этот сидр вместо яблочного сока. Я бы даже не заподозрал на уровне того, что там, мол, как бы типа сок забродил. Нифига, то есть, просто пьется как сок. Может, после этих сидров, мне так кажется. Нет, блин, это пьется как сок. Вы знаете, вот это яблоки такие, польские яблоки. Может быть, помните, у нас были импортные яблоки. Короче, вот эти яблоки такие, несезонные, скажем так, ну, по ощущениям, которые ты кушаешь, как бы, или ешь. И ты не ощущаешь в них какой-то мякоти, сладости лишней. Ты его ешь, и оно насыщенное, насыщенное влагой, насыщенное соком, но не является сильно таким яблочным. То есть, в нем, как бы, немного железа. Это такой сок, ты ешь что-то сочное такое. И вот по вкусу это очень похоже. Но пьется это просто идеально. То есть, здесь, кстати, не сказать, что сухой. Вот если сравнивать наш, вот этот вот наш, белорусский, сухой сидр, он как бы реально сухой. Вот этот вот сидр, я бы не сказал, что он прямо-таки сухой. То есть, как бы, здесь все-таки что-то есть. Но он очень сильно сбалансирован. Я не знаю, из-за чего это. Может быть, здесь просто добавлен сок уже после того, как он сбродил. Для баланса такого. Потому что здесь не чувствуется вообще дрожжей. Такое ощущение, что, блин, ну, он реально пьется как сок. После вкуса остается такое, какое-то немножко винное, немножко терпкое после вкуса. И, кстати, вот в этих сидрах такого не было. Вот это вот, вот это после вкуса какое-то яблочное. Оно есть только вот в этом сидре. От Бэмбо Уиска. Это очень приятно. Причем после вкуса это очень ненавязчивое такое, приятное какое-то. Свежее, что ли. Может быть, потому что я знаю, что этот сидр дороже стоит. Может быть, потому что я знаю, что он немецкий. Не знаю, может, это самовнушение. Но вот этот вот сидр кажется мне наиболее добротным, сбалансированным по сравнению с сидрами российского и белорусского производства. Давайте перейдем к вердикту. В общем, ребята, сидр для меня все-таки остается таким напитком. Больше, скажем так, побаловаться. То есть, возможно, я не пробовал какие-то классные всякие сидры. Но если мы берем, в общем, сидры, которые я пробовал, которые есть на прилавках, доступные в магазинах, это приятный для меня напиток. Я бы стал такое пить. Я бы стал такое пить летом, например, или я стал бы такое пить. Пока что не нашел для себя что-то цепляющего, интересного. Если сравнивать сегодняшние вот три экземпляра из магазина Вкус Вилл. Опять же, я верю в то, что Вкус Вилл разбирается в том, что он стоит на полках. И, наверное, ценители, любители сидра это ценят. Потому что я, как человек со стороны, скажем так, смотря на эти сидры, мне бы очень хотелось бы разобраться в этом. То есть, опять же, пишите в комментариях. Мы оттестируем какие-нибудь классные сидры. Из того, что я пробовал, не знаю, вот французский, французский вроде как сидр, Кирисак, есть такое сидроварня. Мне понравился тем, что он был, по крайней мере, необычный чем-то. Вот эти сидры, такие довольно стандартные напитки. Ты понимаешь, что ты берешь. Вот, что конкретно можно сказать вот про эти сегодняшние сорта сидров. Мне понравился, больше всего, конечно, этот немецкий, Эпфель Вейн Голд, Бэмбл Вискер. Потому что мне показался он сбалансирован и наиболее легко пьющимся, таким ненавязчивым. Мне понравился сидр Святой Антон за его яркость вкуса. Но он немножко специфический. То есть, здесь вот кому не нравится такой железистый яблочный вкус, наверное, я бы не советовал. И, наверное, третье место отправляется сидр. Это стандартный, скажем так, но тоже неплохой сидорок. Сидр сухой яблочный вкус вилл, который оформлен в стиле детского шампанского. Тоже очень неплохо. Ребята, спасибо, что досмотрели этот выпуск. Спасибо, что оставляете лайки, комментарии. Спасибо, что вы оставитесь со мной. Обязательно будут еще видосы. И сидр будет, и меды будут, и крафтовое пиво. Я бы очень хотел сделать обзор на крафтовое пиво, в принципе, потому что это очень интересный мир. В общем, спасибо, ребята, что вы остаетесь со мной еще раз. И до следующих выпусков. Всем пока.